Доброго времени суток, уважаемые, это «Открытая студия», совместный проект «Радио Рекорд» и телеканала «Арктик ТВ». Я ее ведущий Николай Дукмас. В гостях у нас сегодня генеральный директор ООС ЖКХ Чудинов Кирилл, представитель «Курс Вероморска». Кирилл, здравствуйте. Доброго дня. Рад вас приветствовать у нас в студии. Несмотря на то, что введен режим «Сидим дома», есть такие профессии, которые никак не могут отсиживаться в таких теплых, уютных условиях. Необходимо продолжать работать, продолжать функционировать, дабы весь город мог продолжать функционировать соответственно. Сегодня мы поговорим о санитарной обработке, о тех проблемах и решениях, с которыми сталкиваются управляющие компании, о ситуации в городе и в области в целом. Немножечко порассуждаем с нашим уважаемым спикером. Ну а прежде чем мы приступим к диалогу, я напомню, что «Открытая студия» выходит в прямом эфире. То есть в следующие 28 минут мы будем находиться с вами в режиме онлайн. Так сказать, у вас есть возможность подключиться к нашей беседе самым непосредственным образом. Если у вас, уважаемый, возникнет желание задать вопрос нашему спикеру или прокомментировать тематику самостоятельно, вы всегда можете это сделать, дозвонившись по номеру телефона 99 45 45. Ну, для начала поинтересуюсь о, наверное, самом важном вопросе, с которого стоит начинать все беседы в современных условиях. Кирилл, как ваше самочувствие? Превосходно. Каждое утро вместе с своими сотрудниками меряем себе температуру. При любых отклонениях, естественно, все отправляются домой с вызовом у врача. Моя температура 36,6, поэтому могу себе позволить находиться на работе и на передовой. Я тоже проверял. 36,6, надеюсь, ртутный градусник не подводит, они сейчас в дефиците, но благо дома было заготовлено два много лет назад. Кто же знал, что понадобится? Сразу же поинтересуюсь, сразу же вы в контексте упомянули, а это распространенный случай? Я имею в виду то, что кто-то из работников вдруг показывает отклонение по нормам и приходится отправлять домой. Ну, к сожалению, это, конечно, случается, потому что, как бы нам не хотелось, в управляющей организации работают не роботы, а люди. И вместе с тем мы на передовой, не работать мы не можем, потому что все сразу заметят, как будет выглядеть город. Никто не отменял и вывоз снега, и вообще наши плановые работы. Поэтому, конечно, мы работаем. И вместе с тем сохраняем все меры предосторожности, то есть это измерение температуры. И в случае любой отклонения, как я и говорил, мы отправляем домой. Просто хотелось бы немножечко зацентриться на этой тематике. До начала всех этих пандемических течений, не в мире, а в России, в нашей области, в частности. Довольно часто в эфире открытой студии, говоря со спикерами на самой отличной тематике, будь то медицина, здравоохранение, какие-то социальные аспекты жизни граждан, так или иначе касались темы кадровой голодовки, выяснилось, что во многих сферах жизнедеятельности нашего города, нашей области, кадров не хватает в принципе. То есть, да, будь то медицинские работники, учителя, обслуживающий персонал, там тут и тут, линейный и так далее и тому подобное. И насколько осле стал этот вопрос в связи с неожиданными событиями весны 2020 года? Ну, здесь можно сказать, ситуацию разделить на две части. Во-первых, те сотрудники, которые непосредственно не заняты, ну, то есть, давайте так, не работают руками, они переведены на дистанционную работу. То есть, сидят дома за компьютером и выполняют все свои обязанности на удаленке. Здесь мы какой-то большой-большой разницы для себя не почувствовали. Естественно, это новый опыт, и я думаю, что есть и плюсы в данном случае, потому что даже несмотря на сложные ситуации, все совещания с администрацией, так как мы, управляющие организации, постоянно контактируем, происходят через скайп. То есть, мы вышли на новые, так сказать, для себя уровни в режиме онлайна. Что касаемо кадрового голода... Сразу же ремарочку. Удобнее же, наверное, в какой-то степени? Или зрительный контакт все равно он очень нужен? Я могу одно сказать, немножко спокойнее. То есть, когда на тебя ругается через экран компьютера, это немножко проще переносится, чем воочию. Но, тем не менее, не расслабляемся. Что касаемо сотрудников и кадрового голода, в принципе, естественно, он есть. Сейчас, как я и сказал, что, во-первых, первоначально, те люди, которые предпенсионного, пенсионного возраста, ближе к 65-ти, они сразу же отправлены домой на карантин, потому что для них, в первую очередь, это заболевание является опасным. Да, они самые уязвимые сегменты. Да. Часть персонала, естественно, от этого уменьшилась. И такая естественная заболеваемость, пока не подводили статистику, такую конкретную, то есть, по сравнению с прошлым годом, например, больше ли их заболевших, или мы на уровне. Ну, естественно, кадровый голод немножко ощутим. Я почему еще спрашиваю? Потому как, несмотря на то, что за эфиром мы, естественно, немножко пообщались с гостем, это раскрывая карту, чтобы не думали, что у нас... Так, а теперь чтение параллел. Что Кирилл сообщил о том, что проживает в Мурманске, но ежедневно, непосредственно на работу в Североморск, будучи гендиректором ООС ЖКХ. И буквально сегодня, снова с утра спала информация, ну, даже не на региональном уровне, а на федеральном, об ужесточении уголовной ответственности за фейк-ньюс и различного рода информационные посылы, которые сейчас всплывают активно в соцсетях. Сами понимаете, что сложно еще пока разобраться в ситуации, когда половина населения сидит дома, половина продолжает работать, и в таком режиме перебежками от магазина к дому, аккуратненько оглядываясь по сторонам, многие, находясь в Мурманске, даже слабо представляют о том, какие настроения, скажем так, витают в ближайших к нам городах-соседях, да, и что у нас происходит в области, потому как сначала всплывает какая-то информация о том, что половина городов закрывает на карантин, потом тут же опровержение этих информационных порталов, даже непосредственно созданных административным нашим ключом, их тоже как будто бы слишком много, и ты не понимаешь, откуда черпать информацию, люди немножко путаются. Вот вы там бываете каждый день, какие настроения в Североморске? Ну, во-первых, это город военных, там все более сдержанно, паники особой у людей нет, вместе с тем ощутимо заметно, что как таковых людей на улице стало действительно меньше, никакой паники особой там нет, люди в масках, на самом деле, все как должно быть в закрытом административно-территориальном образовании. Все строим. Все по уставу? Естественно. Сделано правильно, сделано по норме, сделано по предписанию. Что касаемо Мурманска, на самом деле, не могу здесь свое какое-то мнение высказать, по одной простой причине, уезжаю рано утром, приезжаю поздно вечером, поэтому я людей особо тоже не вижу. Так на дорогах посвободнее стало. Да, на дорогах действительно стало посвободнее, об этом тоже чуть позже скажу, чем это обратная сторона медали, скажем так, вся эта история. Ну, как таковой, лично я паники не заметил. Поздно вечером заезжаю там в магазины, в магазинах продуктовых, битком, конечно. Полок, кстати, тоже не заметил, хотя видел кучу фотографий о том, что в магазинах нет ничего. Все есть вроде. Не так давно попался в сети, он так хорошо пробежал по стране, видеоролик, где снятый сотрудниками одного из магазинов, где мужчина убирает весь товар с полок, в корзину фотографирует или делает видео непосредственно для сети и потом кладет этот товар обратно. Поэтому это как раз к результационному моменту об ужесточении норм наказания за фейк-ньюс. Ну ладно, мы немножечко углубились в другую тематику, в общем, я с вами солидарен относительно того, какие настроения витают здесь в городе, и здорово, что область не подвержена каким-то излишним ограничениям, карантинов, комендантских часов и прочего. Это исключительно для того, чтобы было понимание и осознание, так как, повторюсь, очень большой поток информации сейчас в сети, и было бы здорово из первого источника услышать, как оно происходит на самом деле. Здесь, на самом деле, опять же, ответственность самих граждан. Не поддаваться панике, во-первых, но при этом и соблюдать все меры предосторожности. И те же дома, карантин. По-моему, самосознательность наших граждан как раз и помогает предотвратить распространение и вообще пережить этот вирус, каким бы он страшным, или не особо страшным был бы. Вот, Кирилл, вы правильно сказали, самосознание. Мы буквально позавчера делали такой пробный забег открытой студии, общались с помощью телефона, не получилось пригласить гостя в студию с нашим сети-менеджером, господином Никорой, и он тоже самое подтвердил. Самое главное – это самосознательность. Все будет хорошо, если мы будем относиться к этому ответственно. Ответственно также подходят управляющие компании к санитарной обработке. Насколько мне известно, как человеку, конечно же, не скажу так, с обывательским подходом, то есть я не вовлечу вас в процесс непосредственно изнутри, но санитарные нормы обработки, они существовали всегда. Насколько сильно они увеличились или усилились в связи с пандемией? В данном случае у нас есть саморегулируемая организация, то есть те управляющие организации, которые в нее входят, изначально было принято решение усилить меры по дезинфекции подъезда. То есть не с предписания федерального, а исключительно свое решение? Нет, первоначально это было свое решение, но пока обязательных норм таких нет, вместе с тем подъезды обрабатываются дополнительно. То есть у нас разработан дополнительный график дезинфекции подъездов. Не нужно путать ее с тотальной дезинфекцией, когда это в химзащите полностью люди опрыскивают весь подъезд. Мы своими силами, специальными средствами, которые, благо, у нас есть в наличии и закуплены заранее, не связаны с пандемией, просто хранятся у нас на складе для того, чтобы мы просто усиливаем состав, скажем так. Промываем входную дверь обязательно, ручки, лифт, почтовые ящики, все перила, стены первых этажей. Это идет в дополнительные меры, помимо санитарной уборки обычной. Соответственно, по графику, к сожалению, одномоментно вымыть все невозможно в связи с тем, что для этого необходимо было бы персонала, я думаю, раз в сто больше, чем у нас есть. Поэтому мы и начали как раз с вопроса персонали. Поэтому, ну, выполняем все эти меры, промываем как по графику, так и идем. Ну, то есть, за исключением того, что просто физически не хватает рук на момент времени, все выполняется в соответствии с нормами, плюс вводится вами же дополнительные нормативы. Дополнительные меры, да. И любопытство ради, понятно, что все сразу охватить невозможно. Как должна проходить санитарная обработка? Раз в неделю, раз в день, раз в месяц. Как это выглядит? Санитарная обработка, в принципе, регламентирована 354-м постановлением. Проводится сначала влажное подметание, подметание, и раз в неделю подъезд моется. Это что касаемо стандартной ситуации. А мы вводим дополнительную меру, мы еще дезинфицируем темства, о которых я говорил, дополнительно. Вы отметили, что используете те химические средства, которые были закуплены заранее и хранятся на складе. Я так понимаю, что это было мудрое решение, приобрести все изначально. Сейчас наверняка возникает определенная проблема с поставками. Очень хотелось бы сказать, что это было мудрое решение. Однако решение не мудрое, просто средство не шибко дорогое, на самом деле. Это обычное средство с активным хлором. И мы его закупили заранее. Просто не связано это было с пандемией. Потому что сейчас закупить дезинфицирующие средства, средства индивидуальной защиты, практически невозможно. Все поставщики говорят, что конец апреля, мая, ну это те сроки, которые уже, наверное, под дыме, надеемся, сильно пройдет. Мы так вообще верим в 5 апреля. Да, ну в 5 апреля очень хочется верить. Вместе с тем мы на передовой находимся. И наша задача надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. В данном случае повезло, мы готовы к худшему. Поэтому те заказы, которые мы разместили заранее, дополнительные средства будут поставлены к нам на склада. То есть это буквально начало следующей недели. По средствам индивидуальной защиты могу сказать, что закупить маски где-то у поставщиков практически невозможно. Ценники, не знаю, как... Взвинчены. Ну да, назовем так. Взвинчены. Вместе с тем сейчас появились в Мурманске производители. Знаю, что выделены гранты. Да, правительство Мурманской области на подобные мероприятия. И мы нашли поставщиков здесь. Разместили заказ. И буквально нам сказали пару-тройку дней. Маски будут готовы. Шестислойные, красивые. Будем... Дизайнерскими решениями и надежной защитой. А тут на самом деле дизайнерское решение не самое главное. Главное, чтобы защищала маска. Ну это для наших самосознательных граждан. Знаете, никакая пандемия не отменит моду. Я уже наблюдал столько видов масок с такими изящными выразительными средствами, что аж диву дается глаз на любителя визуализации. Такой вопрос. На случай, если вы говорите, что мы всегда готовимся к худшему условно, потому как находимся на передовой, это очень правильное решение. На случай, если придется продлить все эти меры ограничений и, соответственно, продлить дополнительные нормы, введенные вами же санитарных обработок, на тех средств, которые есть сейчас, их хватит до конца мая, как говорят поставщики? До конца мая нам хватит средств. То есть, учитывая тот запас, который придет на днях, нам на ближайшие два месяца мы будем обеспечены хлорирующими составами и средствами дезинфекции по полной. Ну что ж, тогда пока что можно выдохнуть спокойно и даже не в масочку. Мы продолжим нашу беседу уже буквально через полтора минуты по завершению рекламного ролика, который внезапно к нам подступил. Так что не переключайте ФМ-волну и свой телеканал, мы скоро вернемся. В прямом эфире продолжается открытая студия, совместный проект Радио Рекорд и телеканала Архив ТВН. Я ее ведущий. ООС ЖКХ Чудинов Кирилл. Собственно говоря, в первой половине программы мы достаточно обширно смотрели вопрос сегодняшней тематики, которая была обозначена в начале, о санитарной обработке, о тех дополнительных мерах, которые введены не по федеральному постановлению, каких-то дополнительных указов, напомним, еще не выходило, чтобы люди не паниковали, почему это там в Северморске происходит, дополнительная обработка, а там у меня в подъезде еще нет. Это исключительная инициатива управляющей компании, а конкретно созданного на Содружество, нет, не Содружество. С саморегулированной организацией. С саморегулированной организацией. С личным объединением. Видите, никогда бы в жизни не вот так вот сходу от зубов бы не отскочило. Поэтому спасибо, что вы сегодня здесь с нами. Я напомню, что общаться мы будем еще буквально половину оставшегося времени. Не вот программы, поэтому если у вас возникнет желание подключиться к нашей беседе или задать вопрос нашему гостю, вы всегда можете это сделать самостоятельно. 99-45-45, номер нашего прямого эфира. Только порекомендую сразу дождаться нескольких гудков, потому как вы видите, на столе телефон не расположен. Моментально поднять трубочку и ответить мы вам, к сожалению, не можем. Что касается санитарной обработки, вы мне и сами напомнили вопрос, хотел его оставить напоследок. Если у кого-то возникнет желание, вот он послушал и думает, а что-то как-то у меня это не так происходит. Можно ли заказать услугу дополнительной санитарной обработки себе за деньги, за какие-то еще за что-то. Осуществляется ли такая практика? Ну, управляющая организация за дополнительные средства такую услугу не оказывает. То есть мы работаем в рамках наших нормативных правовых актов с общедомовым имуществом, то есть подъезды, это наша обязанность, мы их моем и дополнительно за деньги, но вряд ли это возможно. Что касаемо собственного жилья, то есть своей квартиры, это либо своими силами, и я бы посоветовал этим и заняться, на самом деле, свои тамбуры закрытые помыть. Что касаемо за деньги, клининговые компании, либо специализированные организации, санэпидепстанция и тому подобное, которые имеют лицензию и специализированные составы для дезинфекции. Это уже, как говорится, интернет-в-помощь. Ну да, интернет-в-помощь, на самом деле, я думаю, у всех есть средства с активным хлором. Ну, рекламировать не будем название, я думаю, каждая хозяюшка знает, что у нее там лежит. Продезинфицировать также элементарно ручки и двери протереть тряпкой. Ничего такого сверхъестественного не требуется. Да, вы правильно вначале объяснили, что когда мы говорим о санитарной обработке, это не костюм специальной химзащиты и какие-то странные пульверизаторы, похожие на огнеметы из футуристического голливудского кино, где в стройной армии ходят и распыляют непонятные средства. Мы говорим о самых стандартных методах борьбы с возможным распространением инфекции. Дверные ручки, косяки, тамбур подъезда, да, если вот он закрытый на 2-3 квартиры обычно рассчитан и так далее и тому подобное. То, что можно сделать самостоятельно, не прибегая ни к чьей помощи, в случае, если у вас есть все необходимое. Ну, а если нет, вроде бы некоторые магазины еще продолжают работать и что-то, наверное, где-то можно достать. Ну, мы сейчас говорим не про оптовые закупки, которые пока что... За дорого, но купить все еще можно. Да-да-да, все еще можно, хоть и цена извинчена. Скажите, пожалуйста, вот ввиду того, что люди находятся сейчас у нас в режиме «сидим дома», прямая цитата, мне очень нравится это название, мы избегаем всяческих самоизоляции, какого-то внутреннего комендантского часа. Устрашающих моментов. Да-да-да, очень устрашающих моментов, которые только больше наводят какой-то суеты и паники. Режим «сидим дома». Почему бы нет? Хорошо, сидим дома, мы изредка выходим в магазин, докупаем все необходимое, возвращаемся к своей любимой семье, телесериалам, досугам, хобби, спорту, но все, чем только сейчас люди не занимаются. Есть ли какие-то моменты, которые, скажем так, по итогу усложняют деятельность управляющей компании, ввиду того, что люди сидят дома? Ну, естественно, есть. Во-первых, как и в любые большие праздники, как Новый год, большое потребление энергоресурсов, ну, то есть и ресурсы, в принципе, связаны с повышенной аварийностью. Ну, благо у нас аварийная служба в строю, все работаем. Во-вторых, не надо забывать, что сейчас переходный период, паводковые мероприятия, то есть скоро начнут подтапливаться наши территории, активно вывозим снег, вместе с тем те, кто находится, мы называем, самосохранение дома, автомобили также стоят дома. Практически невозможно сейчас хорошо вычистить двор, а погода, как вы видите, нам преподносит сюрпризы каждую неделю, и мы бьем рекорды по количеству выпавших осадков. Конечно, данная ситуация очень усложнена. Вместе с тем стараемся, боремся и работаем в прежнем режиме. Ну, и вот, как я и говорил, обратной стороной медали в том, что самосознательность вместе с тем усложняет нам работу в данном направлении. Получается, положение это будет патовое. Если снег не будет вывезен в должных объемах, будут ругать управляющую компанию. А, опять же, снег не будет вывезен в должных объемах из-за того, что стоят автомобили и не двигаются с места. И вроде бы как и убрать их нельзя, потому как людям рекомендуется, всячески рекомендуется сидеть дома. Как же быть? Вы уже, наверное, приготовились к какой-то условной волне негативных отзывов? Ну, мы всегда, собственно, наша работа связана с негативными отзывами. Ну, и редко, когда люди говорят спасибо, потому что пропаганда долгих лет, наверное, была в том, что управляющая компания – это корень зла, и любая ситуация проще всего свалить на управляющую организацию, чем искать проблему, на самом деле, гораздо глубже. Поэтому сложившийся, наверное, образ. Поэтому мы готовы к этому всегда. И когда любой человек идет в эту сферу жизнедеятельности, он, наверное, понимает, что мало кто спасибо ему скажет. Просает себя на социальную амбразуру. Ну, наверное, да. Что касаемо, в принципе, мы всю зиму работаем с вывозом снега. То есть нет такого, что мы вот резко бросились в последнюю неделю его вывозить. То есть есть те территории, которые сознательно были оставлены напоследок, скажем так, это ближе уже к тому, что, в принципе, очистке не подлежит. То есть это ни проезжие части, ни асфальтовое покрытие придомовых территорий. И вместе с тем неплохо было бы вывезти, скажем так. Вот в них сейчас большая проблема и возникает. Хотя, в принципе, сказать, что какие-то дворы сейчас не почищены, такого тоже не сказать. Ну, могу только порадоваться вашей ситуации, так как, если честно, я немножко даже переживал. Дело в том, что открытая студия, программа с прямым контактом с радиослушателями и телезрителями. И я думал, что после того, как мы озвучим жилищно-коммунальные услуги вашей компании, представительства, звонки посыпятся как из рога изобилия, так как люди обычно не до конца бывают, вслушиваются в то, какой мы город представляем, в какой компании говорим. И тот образ, который сформировался за годы, вот этого ультимативного зла, он действительно существует. К сожалению, есть прецеденты соответствующие. Ну, в данном случае уже не к вам, к вашему брату, скажем так, говоря и относясь. Никто не ожидал подобных погодных решений, и, наверное, все как один большой снежный ком, такая получается, не каламбурная метафора. Все одно за другим, и вот количество людей, которые необходимо сидеть дома, автотранспорт встал, снег вышел. Но вы вроде бы как сейчас упокоили, процесс в любом случае идет. Просто он будет немножечко осложнен. Ну, могу опять же сказать, что касаемо дезинфекции подъезда в дополнительных мер, опять же, и в Мурманске это проводится. То есть я упомянул, что есть саморегулируемая организация, и все, кто в нее входит, это в том числе и Мурманские управящие организации, все этим озабочены. И, естественно, коллеги глядят друг на друга, опыт перенимают, потому что все-таки есть жесткая конкуренция, несмотря на то, что сейчас введены жесткие ультимативные меры по недопущению как раз спекуляции и использования данной ситуации в своих выгодах, скажем так. Несмотря на это, конкуренция есть, и рано или поздно коронавирус пройдет, и тот, кто наиболее правильно, профессионально отработал весь этот период, наверное, будет иметь больше доверия тех же людей, которые со временем смогут выбрать другую правильную организацию. Поэтому, конечно, друг на друга все смотрят, естественно, подтягиваются и занимаются тем же самым. Но все равно здорово, когда даже самая потовая ситуация вроде каких-то пандемических реакций или панических течений в городе приводит к объединению и перенятию опыта вместо глядничества и нездоровой конкуренции. Естественно, естественно. В данном случае, да и в любой другой проблеме, на самом деле, проще объединиться и пережить и полезнее для всех, и для людей, и для бизнеса. И еще хотелось бы пару слов по поводу жильцов. Что касается владельцев личного транспорта, тут все понятно, к ним вопросов нет, и все находятся в таких условиях, когда сложно сделать какое-то дополнительное решение, пойти друг другу на встречу, просто потому что вот так лили карты на момент времени. Что касается уборки, опять же, подъездов и придомовой территории, здесь наблюдаются какие-то неприятные моменты со стороны жильцов? К сожалению, да, такие моменты есть, потому что то, с чего начали самосознание, понимание, что, в принципе, хозяином дома является жилец, то есть здесь не управляющая компания, не администрация любого муниципалитета, а только сами собственники являются хозяином дома. Поэтому, нарушая санитарные нормы сами по себе, то есть там до банального доходит склонирование пакетов с мусора у себя на балконе. Я так понимаю, это чтобы лишний раз не выходить в подъезд, не нарушать самоизоляцию? Ну, по всей видимости, да, и вместе с тем, на мой взгляд, все-таки мера должна быть адекватной, когда мы начинаем перегибать палки со всех сторон, пользуясь ситуацией, обвиняя всех и всюду, ждать, пока кто-то придет и вынесет твой мусор, ну, наверное, тоже неправильно. Поэтому надо всегда такие осознанные и правильные меры предпринимать. Я считаю, что это не совсем правильная мера, тем более там выкидывать в подъезд мусор. И, в принципе, надо понимать, что если собственник сам не мусорит у себя в подъезде, изначально поддерживает там порядок, то есть не убирается за управляющую организацию, а, скажем так, не создает дополнительных сложностей. И, поверьте, такие примеры есть, там, особенно дома самоорганизованные, вот такая тематика долгая про советы домов, все, наверное, про это слышали. Есть разница дома самоорганизованного и несаморганизованного. Гораздо чище, и не только потому, что управляющие организации более тщательно его моют, а потому что мусора там гораздо меньше рисунков на стенах. То есть здесь палка о двух концах. Все должны идти друг к другу навстречу и вместе переживать сложные моменты, не заставлять там друг друга испытывать какие-то негативные эмоции. Наверное, ввиду непростой ситуации, которая сложилась сейчас в мире, в стране, в нашей области, в каждом из наших муниципалитетов, стоит помнить, что фраза, которая, как, скажем так, ляжет примером на любую ситуацию, которую можно перечислить относительно взаимовыгодных услуг, клиент всегда прав, вот она здесь не подойдет, так как нужно подходить самосознательно. Наверное, словом-слово, самосознание, оно тоже может стать определенным лейтмотивом на протяжении всех оставшихся недель, а я очень надеюсь, что их останется совсем немного относительно коронавирусной пандемии, и все, что будет сейчас происходить, будет происходить во взаимовыгодных правильных условиях, когда люди будут помогать друг другу, люди будут помогать управляющим организациям, управляющая организация будет делать все необходимое со своей стороны, и пережить непростое время будет значительно проще. Ну, вместе, конечно, гораздо проще все это делать, и вот тоже хотел бы напомнить, как бы ни странно это прозвучало, клиент, конечно, всегда прав, это бесспорно, и вместе с тем жилищный кодекс наделил всех собственников не только правами, но и обязанностями, и вот про это, к сожалению, многие забывают. Но, опять же, без перегиба. Делать работу за управляющую организацию никто не просит, и просто не мешать ей работать. Ну что ж, не мешаем, не мусорим, моем руки, следим за происходящим в городе, в стране и в мире, и остаемся на позитивной волне, так как рано или поздно, а мы надеемся, что рано, все это закончится. Главное – держать себя в руках и действовать без перегибов в любом направлении. Благодарим нашего гостя за визит. Напомню, что у нас сегодня в гостях был генеральный директор ООО СЖГХ Чудинов Кирилл, и на этом «Открытая студия» завершает свое вещание. Доброго дня и будьте здоровы! Всем также доброго дня, здоровья и не поддавать панике!